Привет! Это Павел Кириллов и топики про тропики. В некоторых видео я буду знакомить вас не с отдельными яркими видами, а с разными отрядами или семействами насекомых и других животных. Это видео как раз из такой серии. Пора нам замахнуться на пластинчато усых наших, на жуков. Среди них есть много довольно крупных видов и многие из них активны днем. Те, что активны ночью, ведут себя довольно шумно. В общем, семейство и заметное, и крупная по численности. Около 30 тысяч видов. Присмотритесь к узикам жука и вы легко поймете, откуда взялось название семейства. Пластинчато усами их называют за особую форму строения узика с пластинчатой булавой, которая способна раскрываться в виде веера. Наверное, самый известный у нас пластинчато усый жук майский. Есть они и в Мексике, вид другой, но называются также, ибо появляются когда? Да? Правильно, в мае. Вот они массово появились и стараются быстрее наесться для того, чтобы приступить к размножению. Едят майские жуки листья разных растений, конечно, у них есть и свои предпочтения. Вот этот вид сорняка они обожают, мне даже не приходится его косить. Все съедают под корень. Готовые к спариванию самки выделяют феромоны, которые привлекают самцов. Я, конечно, не пластинчатый усый жук, но когда на растении собираются две-три самки вот этих циклоцефал, я их запах тоже очень хорошо чувствую. Надеюсь, это не профессиональная деформация, манит меня к ним, естественно, только любознательность. А вот эта парочка уже набрала достаточно энергии, чтобы приступить к главному. Правда, самка пока не так уверена в себе, все же сомневается, накопила ли она достаточно питательных веществ, чтобы отложить яйца. И в процессе спаривания она решила, перекусить. Ну вот и пришло время отложить яйца. Для этого жучиха заглубляется в почву. Чем богаче она перегноем, тем жирнее будут ее личинки. У нас тут есть и компостная куча, и клумбы. Личинкам еды будет достаточно. Самка это чувствует, поэтому копает бодро. Тем более, что мы застали ее в самый уязвимый момент. Голова уже внизу, а задняя часть еще снаружи. Того и гляди, муравей за нее ущипнет. Поэтому надо торопиться. Практически все пластинчатые усы отличные копатели. Их передние ноги для этого очень хорошо приспособлены. Вот, посмотрите на этого жука-носорога. Вроде и крупный жук, а в землю зарывается очень неплохо. Эту самку-носорога я заметил, пока фотографировал ночью мотыльков. Она копает, чтобы отложить яйца в безопасное место поглубже в землю. Место, правда, она выбрала так себе, на обочине дороги. Хотя по этой дороге иногда ходят коровы, может почва здесь все же богата питательными веществами. А вот так выглядят личинки пластинчатых усах. Пишут, что еще их называют бороздниками. Наверное, это название связано с тем, что часто их видели в бороздах, когда распахивали почву. А вот в Мексике и других латиноамериканских странах я часто слышу, что их называют слепыми курицами. Почему курицы, вообще непонятно. Ну, как бы их ни называли, личинки пластинчатых усах толстые и неповоротливые. Вне почвы им передвигаться сложно. Эти личинки прогрызают себе в земле ход, поедают гумус, прелые листья, а многие и свежие корешки. За это некоторые виды считаются вредителями. Среди пластинчатых усах много ярких и красивых жуков. Покажу вам трех, возможно, не самых ярких представителей, но весьма и весьма симпатичных. Вот этот жук, переднота веристенс, снизу металлический зеленый, а сверху перламутровый. Вид очень симпатичный и очень массовый. Каждый день они прилетают к нам на свет. А вот сидит на трутовике бронзовка макраспис, цвета синий металлик. Не уверен, что она этот гриб ест. Ее личинки развиваются в гнилой древесине, на которой трутовик и растет. Может, она пришла отложить яйца и медитирует перед тем, как расстаться с будущим потомством. А может, наоборот, она только вышла из куколки и приходит в себя. По поводу того, почему синий и зеленый металлик так часто встречаются у насекомых, есть разные теории. Как-нибудь мы обязательно сделаем на эту тему отдельное видео и обсудим, зачем это может быть нужно. А вот эта бронзовка матово-зеленая. Несмотря на неуклюжий вид, пластинчатоусые умудряются неплохо летать. На вид эта бронзовка, как лада с приделанными крыльями от дельтаплана. Но летает же. Природа знает толк в инженерном деле. Жизнь и пластинчатоусого жука, и его неповоротливой личинки непроста. Кто только ими не питается. В следующем видео ровно через неделю мы увидим очень неожиданного врага пластинчатоусых. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И не скупитесь на лайки. Субтитры сделал DimaTorzok